слава богу данила удобно прости за поздний звонок но к тебе такой вопрос знаешь такого математического характера ты готов вот смотри компьютер делает некий процесс со скоростью 5 кадров в секунду 521 если быть точнее 521 кадров в секунду до длительность файла которого обрабатывает компьютер 1 час 32 минуты 26 секунд да да молодец прошло в процессе уже этого делания 45 44 45 минут пять процентов прошло с этой скоростью к тебе вопрос какого астана какое время какое время осталось до завершения процесса 5 кадров 5 кадров 21 сотая в секунде все я понял я понял само видео 48 кадров в секунду 48 да 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 поэтому 25 кадр здесь не отсутствует вот можете решить такую задачу нет 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 не трудно да ну можно обнулить 5 кадров ну да сейчас посчитаю значит 4,8 это 10 процентов а 5,21 это примерно 11 процентов то есть чуть меньше чуть меньше одной девятой составляет скорость обработки от самой скорости видео значит если само видео длительностью час 32 минуты длительностью час 32 минуты грубо говоря то надо его умножить на 9 небольшим этот час 3,2 то есть чуть больше полутора часов помножить на 9 небольшим это будет примерно 14 часов все видео значит если 45 минут он уже в процессе 45 минут реального времени да 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 значит остается еще часов 13 с лишним то есть вся ночь и часть завтрашнего утра а ты можешь точнее сказать вот 13 13 молодец а точнее цифру можешь сказать а сейчас скажу а сейчас скажу значит час 32 минуты и сколько там всего 26 хорошо час 32 с половиной минуты умножаем это на чуть больше 9 там на 9 10 умножаем и получаем 13 часов с половиной и 13 20 минуты и еще где то 13 20 а 13 а 13 а а 12 получается 14 часов практически ровно 14 часов получается длительность вся суммарная это значит что остается 13 часов и 15 минут 14 молодец 13 часов 15 минут 45 секунд 44 на данный момент а так у тебя прямо показывается да а ну да значит я не ошибся хорошо красавчик я просто почему вспомнил тебе позвонить вот в связи вот с этим потому что фильм есть такой старый советский фильм математик и черт или математика дьявол или математика и какой-то там мы как-то об этом с тобой разговаривали и вот там один он черно-белый и там к математику приходит вот этот персонаж ну из темных сил и что-то кажется я не по я давно смотрел и он его ну говорит типа решить надо какую-то задачу я вот не помню какую но суперская задача что-то найти число этого сейчас секунду блин ты прикинь забыл то есть каждое следующее я помню что каждое последующее значение этого числа оно что-то сумма предыдущих что-то такое да 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 последуйте фибоначо точно молодец и вот что-то мне кажется связанное с этим этот посмотри в интернете этот черт или бес или дьявол вот он с математиком ведет беседу по этому поводу очень интересное ну кажется математика черт что-то такой ли математикой да да он черно-белый старый советский вообще классный это был целый цикл короткометражек знаешь таких она снята в художественном стиле но научных но научных очень круто поставленных там как правило проходило место в какой-то комнате в данном случае про этот фильм место кажется в библиотеку у него в кабинете у этого математика тип там библиотека ну во всяком случае тебе понравится и будет поразмышлять будет о чем а данил алексеевич ты молодец я с очень рад ты по математическим знаниям ну блин вот из моего воспоминания самый крутой человек а вы лично знал это моя бабушка валентина семеновна то есть она очень но она главным бухгалтером была в организации в строительной в советское время и то есть жизнь такая у нее насыщена то что я рассказывал из даже говорил что очень вот в раскладах математических очень ты похожи мне и мне и и за этого радостно с тобой общаться да все данил алексеевич доброй ночи ты молодец надеюсь до скорой встречи ну давай сергей доброй ночи такой данила красавчик